здравствуйте друзья сегодня 9 мая 2022 года я всех от всей души поздравляю с праздником с днем победы пусть будет над нами всегда мирное небо над нами над нашими внуками правнуками давно давно я не снимала колиусы хочу сказать что почти две недели у нас была очень очень холодная погода но мы по и по причине того что очень очень тесно было в этой теплице с колиусами и мы решили вы высадить маточные колиусы в открытый грунт но ничего ничего не предвещало у нас тут плохой погодой вроде бы посмотрели по прогнозу было все тепло все хорошо на ближайшие 10 дней но вот почти две недели было ночная температура 5 6 4 градуса 78 вот такая была ночная дожди 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 сыра холодно в общем я сейчас сниму то что у нас в теплице а потом покажу что случилось нашими колиусами и расскажу как все-таки предостеречь себя от подобных ошибок значит здесь у нас уже рассаженные и вновь выращенные колиусы детки часть мы вывозили на рынок но большую часть я на рынок все-таки как говорится жаба давит я не выносила ну старалась такое то что у нас на посылке шло на посылке как правило по заказам более новые сорта более такие красивые яркие вот и мы их на рынок просто не выносили потому что даже не хватало на заказы ну вот сейчас уже детки кое-какие подросли и хочу сказать что новые сорта которые я получала на фирме домиников ловерс вот сейчас они вот такие вот в очень хорошем состоянии я еще не выучила все названия но мы пришли к выводу что уже пора пора их черенковать и уже отправлять по заказам потому что размеры в принципе уже большие у меня же не одна детка кто просил вот зимой что я получала зимой черенки колиусов но практически практически там ничего не выжила поэтому таких сортов у меня у меня нет а в основные сорта которые я получила на домиников ловерс на фирме и сорта которые мне душевно подарила елена бровка из курганинска города и вот это у меня есть и это уже можно делить можно размножать поэтому я покажу просто вам что это за сорта ну так джильда вот такая вот сейчас стоит это штрафбери ампельный сорт пинг чаос вот такой вот раскрасавился это тоже бургунди тоже ампельный сорт это старый старый сорт не буду вспоминать даже забыла это филогрея это новинка новинка приобретенная в прошлом году у елены сорокиной вот это аллигатор ну хна многие говорят ханна хенна кто как хотемберс вот это у меня без названия но очень нравится очень нравится красивый многие получали вот такой вот темный говорили а что это такое темный у меня и так темных полно а вы мне светлое я заказывала он темный пришли пришли прислали это вальтер тюрнер вот он у меня сейчас вот такой а маточник сейчас покажу какой вот его маточник потом он становится красным а потом по желтой вот этой каемочке будет прям такая ажурная ажурная красная сеточка очень красивый сорт поэтому не пугайтесь что вы получили именно прям чуть ли не черный сорт значит бразильский карнавал пока не раскрасился мои рыжики это у разжой глэд такой вот тут вальстрет теперь сатурн вот он он такой сеточкой что еще это забыл так электрик лайм это маточник а на самом деле вот он такой вот очень сейчас если будет детка электрик лайм покажу вообще и где так мало потому что многие заказывают желтых сортов мало марипоза значит она и вот такая и черная может быть и может быть вот такая красная потому что еще вот пока не стабилизировалась такая вот расцветка у него кух панган кух панган начинает просто раскрашиваться но я покажу показываю верхней полочке немножко подвяли подвяли колиусы сейчас женя придет будет поливать значит царевна лягушка царевна лягушка очень мне нравится очень и вы знаете она постоянно разная мы постоянно путаемся ой да какая же она вот есть вот такое вот немножко есть вот 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 такое вот я так думаю что это боже больше перышко чем это царевна лягушка и вот она вот самая царевна вот лягушка вот такая вот ну красавица красавица это спорт от крис москанди вот такой вот очень крупный лист у него прям шикарный теперь значит здесь снизу вот такой так у меня остался он без названия уже несколько лет и никто мне название не скажет видимо это очень-очень старый сорт и скорее всего его уже ни у кого нет но я не могу с ним расстаться потому что очень красивый очень красивый прям вот желто красно зеленый прям нарядный нарядный и лист у него такой очень крученный ажурный 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 весь закрученный вкус невысокий наверное сантиметров сорок но не выше полметра вот так так пената пената еще пока вот такая wonderful wonderful только начинает раз свой цвет свою свой цвет приобретать на самом деле прям чуть ли не черный был но здесь снизу марипоза кошки мои как всегда со мной вот это red hat розовый но это маточник сейчас вот будет детка я покажу нам малиновый малиновый настолько красивый а это упал так colorful еще пока не раскрасился ужасно с леной путаем где же он у нас colorful то ли это christmas candy то ли это комбат то ли чё ну вот colorful наконец-то мы разобрались у него даже структура листа другая это басквит басквит джем неплохой неплохой сорт значит чили пеппер чили пеппер так это это султана ну подвял подвял сейчас бы был намного красивее смотрелся да я не обратила внимание что тут верхняя полочка подвяла а вот это колиозаурус но он почему-то вот один всего кустик такой вот чем темный на самом деле у него ну такой вот сеточка лист а тут вот пожалуйста темный почему-то даже падает вот тоже колиозаурус так джильда джильда здесь ой джильда здесь вообще раскрасилась красивая вообще такая вот шикарная шикарная но еще не совсем она только приобретает еще ярче будет джильда красивая и она еще знаете дает много вот этих спортов разной расцветки то желтые то еще какие-то ретруфлис очень крупный лист очень у нее огромный крупный лист вот эта детка на самом деле вот он такой есть на самом деле и будет взрослый такой же этот сорт единственное что его отличает вот такая вот как окантовочка такая окантовочка видите какая она очень очень нарядная красивая прям рисунком но ни с чем не спутаешь этот сорт ретруфлис он очень высокий пестрая шаль пинг трилл блаер свитч еще не раскрасился но уже начинает уже начинает он вообще как елочная гирлянда яркий яркий будет комбат дары волхвов еще не приобрел желтый цвет вот здесь вот сердцевинка у него будет желтая то есть желтая красная и зеленая очень красивый крупный лист посмотрите какой лист огромный-огромный кустик невысокий низенький так петерс вондер ну его ни с кем не спутаешь и ни разу не было спортов он прям стабильный стабильный классический сорт петерс вондер так хотемберс здесь вот немножко другой лист у него почему-то пока он молодой да у него лист более такой вот вот такой вот не резной а потом он по вот вот такой лист приобретает форму резной резной и ярко-красный вот бывает у меня весной да вот прям знаете как попугай стоит красный красный может попугай и не красные так хотемберс но здесь еще нет еще не еще не совсем раскрасился но очень красивый круглый лист вообще необычный такой так здесь пената ну пената здесь уже красивая видите какая прям нарядная такая как игрушечка ну вот кох панган это френч квартар но пока маленький еще лист маленькая детка на самом деле куст мощный высокий лист очень очень крупный яркий яркий он сразу бросается в глаза когда вот подходишь да так вот комплексу целому колеусов и вот он прям ярко выделяется вот это вот прям красивый марипоза вот этот я вот честно говоря не знаю честно он мне как-то не особо нравится я его путала с уранжу и глэд а на самом деле оказалось он совсем другой и вот я теперь не знаю тут вот такая каем очка видите какая у него тоже резная 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 но расцветка мне не нравится лососевый не лососи вы понимаете вот расцветка непонятно какая и взрослый он такой же да даже наоборот немножко выгорает хотя красивый лист хотя все форма листа шикарная но расцветка мне честно говоря не нравится так что вот так так не это вот это вот у германа новомодного такой появился есть у него название я все никак не спешу его так завяла завяла так это ретруфлис вот вспомнила с красной с красной яркой каемочкой он будет а вот это вот все новиночки новиночки которые елены бровка вот она мне у меня они все под номерами так вот как она мне дала под номерами так я их под номерами и не и вот вот сейчас скажу название вот этого полет мотылька смотрите какой с той стороны буду проходить и название и конкретно ее скажу это мое это мое то что я получила на фирме вот он название у него вот такое очень очень мне нравится вы знаете у него лист вот немножко даже непонятный и колеус и не колеус и ярко 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 красный и вот такая четкая четкая желтая каемочка вот они побольше вот размером но просто здесь уже обрезали на черенки поставили поэтому вот настоящую его расцветку не могу конкретно показать но очень красивый значит здесь тоже сейчас посмотрю есть название не все написали это тоже я на фирме получила но вот смотрите с короткими между узлями очень низенький сортик такой и видите в каждой пазухе вот одновременно начинают расти еще и еще и еще по вот пасынки и получается этот кустик вроде бы сверху два буквально с две веточки да а снизу оно сколько веток идет то есть куст получается очень очень пышный шикарный это вот на фирме домиников луверс я получила это есть из европы значит что еще у меня вот наподобие сорт что вот у новомодного то я говорила анаконда это ленен может быть это и правильно у меня анаконда тот сорт я пока не удостоверюсь вот не могу сказать теперь значит здесь это под номерами под номером у нее все под номерами поэтому это надо смотреть в каталог но красивые сейчас еще хочу показать это вот все вот анаконда ее это мой петерс вон дер сейчас покажу вот это вот тоже под номером смотрите обалдеть а вот я вот подхожу к нему в теплицу захожу да и сразу вот к этому сорту ну настолько красивый ну настолько красивый еще смотрите вот у меня такой розовый есть вот он розовый и вот вот он желтый обратите внимание шикарные вот рядом их посади все низенькое все это ну может быть и не карликовая да ну низенький такой сорт что еще вот это тоже леннон сорт это из рыжиков но лист видите какой вот такой вот это рыжик тоже ну тоже будем черенковать отправлять будем сейчас еще это тоже леннон может быть он раскрасится потому что вот смотрите он начинает раскрашиваться ну под 113 у нее это номером идет она кстати все наизусть знает свои сорта да вот это вот вот такой я получила на фирме доминико фловерс и такой же вот у лены есть также вот смотрите в междоузлиях сразу идут детки кустик красивый компактный пышный ну не так чтобы вот прям одна-две ветки их надо обязательно формировать чтоб пышный кустик был он сам себя формирует теперь вот здесь вот такое вот такое чудо вроде знаете посмотришь на листы что-то такое рваная непонятная да вот так вроде да а вот в комплексе когда вот весь кустик очень красивый лист сам обратите внимание очень-очень крупный чуть меньше моей ладони так здесь здесь ну вот такое мне кажется похоже на саурон вот это из январских моих январских один выжил вот один вот он такой надо посмотреть по накладной названии и такой же мне лена подарила теперь у меня их три штуки ну в общем если теренковать то всем конечно не достанется ну вот что будет так этот это тоже это лены лены и вот у меня царевна лягушка у нее не знаю тоже под номером вот такое вот этот сорт вот сейчас он знаете Женя как подкормит и он вот это становится зеленым на самом деле он такой вот как осенний лист желто с красным а чуть азотным удобрением подкормил и он становится вот зелено с бордовым на самом деле я смотрела когда он был заходила прям аж восторгалась ой какой вот прям лист осенний лист прям очень красивый ну вот сейчас пока такой как будет красивый я вам покажу так это вот по моему из морской серии тоже лены так ну здесь здесь мои мои сорта детки в основном мои так я наверное уже много времени занимать ну там в кашпо это с 8 марта кашпо у меня остались я их просто не выносила на продажу потому что допустим вот колиозаурсы их часто просят на заказ поэтому мало у нас было деток поэтому пришлось оставить боливард вот он смотрите это из рыжиков тоже я получала на фирме очень красивый и он один единственный маточник поэтому мы оставили это френч квартер ну вот он подвял ну сейчас сразу солнышко вышло выглянуло здесь так жарко в теплице поэтому вот листья сразу так упали френч квартал видите крупный крупный лист огромный яркий желто переходящий в малиновое потом бордовое и зеленое вот такая с бордовой сеточкой лист вот значит здесь что а вот это полисад сорт это тоже я получила на фирме домиников ловерс этот полисад видите вот это вот вся его высота он невысокий он сантиметров 35-40 и вот короткие междоузли очень-очень пушистые формировать не надо вот вообще ничего не обрезали не посынковали а вот он он сам себя формирует то есть выходит сразу одновременно и снизу идут боковые плети и вверх вот эти тянутся и получается огромный-огромный куст и что ценно расцветка светлая светлая вот желтая он со всеми идет вот со всеми сортами здесь у меня это кухпанган а это пиле ну вот видите даже пиле не настолько как мой любимый который я всегда хвалила и говорила вот без него ни одна композиция не обходится без желтого а вот смотрите с полисадом ничуть не хуже даже красивее композиция то есть вот полисад это вообще что-то так морепоза значит вот такой вот тоже он у меня был один всего я вам говорила без названия и опять же полисад ну здесь вот детки которые на отправку кстати не спешите чтобы я вам отправляла отправляла быстрее и быстрее вот смотрите если у вас низкая температура вот ниже ночные температуры смотрите ниже 7-8 градусов вот даже не стоит и задумываться высылать дело в том что я выслала это был апрель месяц я выслала в Крым а оказалось что температура в Крыму ниже чем у нас и мы выслали вот такие в стаканчиках вроде хорошенькие я сфотографировала все хорошенькие все но по дороге они они дело в том что мы боимся что он завянет и поэтому полили мы полили эти детки и пришли полностью все сгнившие так что лучше не дополить чуть-чуть чуть-чуть вот буквально на несколько дней чтобы запаса влаги хватило чем перезалить вот эти политы потом у меня же был там перлит перлит влагу держит и вот получилось так что на крупную сумму огромное количество колиусов и они все сгнили поэтому ну мы делаем повтор срезами будем делать ну вот я просто говорю вам так что не спешите чтобы мы вам быстро высылали но смотрите следите за погодой ночная вот важно ночные вот плюс 12 градусов вот мы же еще в коробки посылаем да коробка тоже сохраняет там еще какой-то там табус есть вот тоже тоже сохранять все-таки повышает температуру но тем не менее 12 градусов корень загнивает в первую очередь 12 плюс 12 а от корневой системы идет все и листва и все остальное ну сейчас я пойду и покажу вам как мы высадили в открытый грунт и покажу все наши ошибки да вот отдельно покажу то что ленн сорт смотрите вот я говорила да что он мне нравится вот будет как осенний лист вот настолько красивый причем вот это желтая будет да вот этот краешек будет желтый и он еще и желтый в крапушку то есть вот эта бортовая часть желтый в крапушку просто это сейчас он подкормленный бурно пошел в рост и поэтому расцветка немножко изменилась а вообще очень красивый очень красивый вот советую приобрести так так это лены нравится прямо на восторге от них сейчас вот от этого по-моему сорта я ну это вот с моей серии который не выжил зимой который я приобретала и не выжил но лена мне подарила поэтому вот такие вот видите какие ну здесь уже обрезали обрезали а этот вот был маловат еще и не обрезали его вот такой вот очень очень красивый даже даже не знаю что еще показать ну все покажу теперь то что мы высадили в открытый игру так ну вот посмотрите что получилось вот в первые начали портиться желтые сорта вот желтые сразу видите вот вот это это грибковое заболевание температура была я вам говорю говорила что да 7 градусов но ветер был ветер дождь это все вот вот здесь вот пленка на теплице да мы когда ее опускали закрывали теплицу эту пленку просто шматреляла по этим колесам и вот васаби сорт ну сажали красивый был видите желтый это алабама сунсет ну что хочу сказать ну вот это ред хат вот он еще как-то более менее вот еще выжил бронза пагуда вот это карликовые йо-йо или джо-джо вот этот оранжевый видите что ну вот что хочу сказать не спешите высаживать в открытый грунт особенно если вы получили рассаду в стаканчиках ну подрастите ее чтоб у вас температура стабильная была не ниже 12 градусов то есть и ночная там дневная вот дневная может быть там 15-17 градусов нормально ночная не ниже 12 градусов земля должна быть теплая если будет земля холодная смотрите программу прогноз погоды не вздумайте вот сейчас высаживать есть у меня мои мои покупатели мои подписчики которые получили и высадили сразу в открытый грунт я просто просто была в ужасе я это считала что я рано высадила ей сразу и Жене и Елене говорила рано ну некуда было девать сами видели в теплице там вот настолько натыкано всего поэтому думали ну рискнем рискнем но у нас были аварийные экземпляры которые мы еще во двор вынесли и нетканым материалом мы укрыли а во дворе под навесом те сохранились хорошо ну вот это вот все во первых побило все очень сильно побило этим пленкой ветром и холодно то есть вот сейчас что нужно сделать вот обратите внимание да вот такие как мокрые пятна пятнышки это грибковое заболевание то есть эти листья уже опадут а если будет тепло то новые пойдут и вырастут все нормально но все равно обработать каким-либо противогрибковым препаратом это обязательно это может быть хом это может быть любой противогрибковый не обязательно хом потому что хом оставляет следы капельки на листьях вот видите смотрите какой вот это дары волхвов прям просто аж обидно мы ходили ходили потом знаете решили вот так вот эту пленку которая на теплице вот она мы ее натянули прям вот сюда на край бордюра и зафиксировали кирпичами то есть верхушечки конечно поломались у колесов но от теплицы шло тепло и как-то еще вот нас спасло несколько дней вот таких у нас были очень холодных когда мы зимнее пальто одевали потому что очень было холодно ветер и вот в этот период конечно эти колесы еще мы немного спасли поэтому еще раз говорю не пытайтесь высадить сразу в открытый грунт подождите ну оставьте место для колесов да там многолетники можете высадить а это вот подождите подождите пусть будет наступить стабильное тепло только тогда колесы уже хорошие в хороших горшочках хорошими кустиками вы уже тогда высадите вот такими малышками не надо высаживать все друзья до свидания спасибо вам огромное за внимание и до следующей встречи